Откровенный разговор с Примадонной. 25 дней назад в семье Аллы Пугачёвой и Максима Галкина появились близнецы. Это выстраданное счастье сквозь боль, сомнения и страхи. В эксклюзивном интервью Первому каналу Алла Борисовна не скрывает своих эмоций и делится самым сокровенным. Как вместе с супругом решились на такой шаг и что чувствовали, когда снова стали родителями. В гостях у певицы побывал Алексей Зотов. В комнату, подготовленную специально для интервью, она вошла неслышно, словно стараясь идти по дому, едва ли не на цыпочках, и разговаривала почти шепотом. Но эмоции переполняют, и их не спрячешь. Алла Пугачёва в 64 года стала мамой двойняшек. Она и сама в это не сразу поверила. Первое впечатление было, что родились внуки. Ну вот так, понимаете, получается. И потом уже буквально на второй день, когда я к ним стала приходить и всё время быть с ними, только сейчас я понимаю, что это мои дети. Наверное, это естественно в моём положении. И я очень хотела бы, чтобы они выросли хорошими, чтобы я успела их воспитать и увидеть, что из них получились хорошие, умненькие, красивые, воспитанные, образованные детишки. Где-то в этом огромном загородном доме есть две волшебные комнаты, пока родители туда не пускают никого, кроме нянечек и врачей. Но Алла Пугачёва, конечно же, сама и встаёт среди ночи, и кормит малышей, и даже меняет им памперсы. И все эти заботы только делают её счастливой. У меня просто появился распорядок дня. У меня его никогда не было. Потому что вся жизнь как сплошная импровизация. Не знаю, что будет через пять минут, через час, куда вызовут, где работаю, когда отлетать, когда прилетать. А сейчас этот распорядок меня очень радует. Через каждые три часа кормления, купания, ещё что-то. Это очень приятно. Любой женщине. А мне тем более. Это мне придалось силой. В принципе, то, что я хотела, то и состоялось. Мечта сбылась. Я очень хотела ещё детей. Она, конечно, понимала, что будут ей хитно спрашивать, как же смогли малыши появиться на свет. Ведь уже много лет назад были попытки забеременеть, и все неудачные. И поэтому она ничего не скрывает. Действительно, 12 лет назад по совету подруги заморозила яйцеклетки. И призналась в этом мужу Максиму Галкину лишь два года назад, после свадьбы. Я, когда стала уверена в своей жизни семейной, поняла, что это надолго. Муж молодой. И тогда уж я призналась ему, что мы можем иметь потомство. Чему он был, конечно, так счастлив. Я его понимаю. Я даже не знаю, я больше счастлива за себя или за него. Она признаётся, что бесконечно благодарна суррогатной матери, женщине, которая 9 месяцев вынашивала её и Максима малышей. И уверена, что это едва ли не подвиг помочь другим продолжить жизнь, когда другой возможности просто нет. Вот так как уважают доноров, которые сдают кровь, вот так же поступают эти суррогатные матери. Я должна вам сказать, что они с таким отношением хорошим это делают. Я думаю, что придёт время, когда им памятник поставят, просто памятник суррогатным матерям. Она видела своими глазами, как малыши появились на свет. Максим в это время был на съёмках. И врачи запомнили, как, услышав первый крик первого ребёнка, Алла Пугачёва вся засветилась от счастья. Засветишься. Я очень волновалась. Я очень волновалась. Многие говорят, надо делать детей по старинке. Надо. Если это у кого-то хорошо получается, почему нет? Только все за. И я. Но когда уж не получается, а детей надо. Потому что это продолжение. Хорошее, честное, чистое продолжение хороших людей. Эта трогательная фотография детской пяточки появилась в интернете от имени Максима Галкина. Буквально на другой день после того, как новость о рождении детей всех потрясла. И мы заодно решили спросить, чья это ножка? Мальчика или девочки? Это не Максим. Точно? Нет. Максим этого сделать не мог. И пяточки другие, и возраст другой. Я же вижу. От подобных слухов и домыслов, зависти и сплетен, она хотела бы больше всего оградить сейчас свое выстраданное семейное счастье. Даже не все близкие люди видели Гарри и Лизу своими глазами. Всему свое время. Вся моя жизнь, она пронизана вот этим, что я наведу, наведу, все наведу. Я надеюсь только на добрых людей, чтобы от них вот этот позитив шел и оздоравливал меня и моих детей. Мне это очень-очень важно. Доброе отношение к этому событию. Дом уже постепенно заполняют детские вещи и игрушки. Когда малыши не спят, повсюду звучит умиротворяющая классическая музыка. А самой маме, кажется, уже не терпится покрестить двух своих ангелочков. Но она не была бы Аллой Пугачевой, если бы даже сейчас отодвинула творчество на второй план. Впрочем, в этом году рождественские встречи у нее сугубо семейные. В этом году я хотела сделать, но у меня была другая идея, я вам не раскрою. Может быть, на следующий год я это сделаю. Для рождественских встреч должно быть знак какой-то, понимаете, знамение, озарение. Вот знак. Это знак для другого. Рождественская встреча у меня состоялась 18 сентября. Вот родились эти ангелы. Спасибо. Друзья не зря подметили, что Алла Пугачева помолодела, и ее взгляд теперь словно светится. И рассказывать о своих сокровищах она могла бы, кажется, целую вечность. Но в строгом распорядке дня есть только полчаса, ведь детишек уже пора кормить. О чем сегодня мечтает Алла Пугачева? Сегодня она женщина, которая... не поет. Ну, о чем я могу мечтать? Чтобы были здоровы мои дети, была здоровая я и мой муж, любимый Максик. Чтобы мы могли выдержать вот этот период становления этих детей. Я свой путь как-то вижу, он мне ясен, понятен. Я спокойна, я счастлива, чего и всем желаю. Алексей Зотов, Вячеслав Черешко, Алексей Матюшкин, Геннадий Константинов, Анастасия Берестенко. Первый канал. Полностью эксклюзивное интервью Аллы Пугачевой смотрите на нашем канале в программе «Воскресное время». Невероятно откровенно, едва сдерживая слезы, певица расскажет, что пришлось в действительности пережить. Звезда и ее пленительное счастье не пропустите завтра в 21 час.